Какой, вот, вы посоветовали бы, ну, в целом, да, обозначить направление, да, да, какой был бы наиболее эффективным на сегодняшний день? Как вы думаете, для что нужно в большей степени делать акцент? Аллаху, Субхану Ва Та'але, говорит в Коране, «Уд'уу ля сабил Раббика бил хикма, вал ма му'аза тал хасана, ва жадил хам биллятихи ахсан». Призываю к пути Аллаха, Субхану Ва Та'але, с мудростью и с прекрасным, хорошим призывом. И если вдруг с тобой вступили в спорт диспут, отвечай лучше. Поэтому путей к дауату много, и каждому он свой. Кто-то, например, я всегда говорю, кто-то любит разговаривать, пообщаясь с ним, кто-то любит читать, подари ему книжку, кто-то любит там телевизор смотреть, подари ему там документальный фильм какой-то, что-то об исламе такое, или там скини ему ролик там какой-то. Кто-то, например, там за рулем ездит много, ты ему флешку подари, как вы послушали, вот тут интересная лекция там. Кому-то нужно просто, чтобы выслушали. Есть такие люди, которые принимают ислам, ко мне приходили в мечеть, просто там час он говорит, я просто молчал. И я одно слово только сказал, он принял ислам. Поэтому каждому человеку свой путь. И Аллах, Субхану Ва Тааля, в Коране, когда Якуб, А.С. отправил своих детей к Юсуфу, А.С., Сыновья, не заходите из одной двери, заходите из разных дверей. И также к Аллаху, Субхану Ва Тааля, А.С. По поклонению Аллаху, Субхану Ва Тааля, разные двери. То есть кто-то, как сказал Пророк Мухаммад, Субхану Ва Тааля, в Судный день, кого-то пригласят в рай. То есть если человек проявлял усердие через дверь, джихада зайдет в рай. Если человек много молился, дополнение молитвы через дверь, то зайдет через Джанна Тааден. Если там постился много, через райян зайдет. И также к людям, как Аллаху, Субхану Ва Тааля, есть разные двери, разные пути для приближения. Также в джавате есть разные двери. То есть нельзя в одну дверь стучать только. То есть этому, например, невозможно делать пожилому человеку такой джават, который ты делаешь молодому. Или женщине, которой ты призываешь мужчину. То есть каждому человеку свой путь. Кто-то, например, любит, например, смотрит на красоту, девушка, которая хочет приблизиться ко Всевышнему, должна посмотреть на красоту там мусульмана, какую у нее хиджаб, какой одежда, какое-то отношение к мужу. То есть кто-то через какие-то торговые... Например, если посмотреть самая большая страна мусульманской, Индонезия, там не было никаких войн. Из-за хадармейты приезжали емельские торговцы и вели торговлю. И честно вели торговлю. Даже было такое, что говорили, там приходили к нему что-то покупать. Брат мой, вот ты вчера у меня уже купил у моего брата, плохо идет торговля, иди у него купи. Через эти качества они ислам принимают. Почему? Ислам обучают. Поэтому кто-то через такие, кто-то, например, с тобой выезжает в какой-то путь, и ты смотрит на тебя, как ты себя ведешь правильно. Ты скупой ли ты, жадный ли ты, правду говоришь ли ты, честный ли ты, можно ли с тобой там бизнес вести. Я знаю, что некоторые, кто принес слам, тоже в бизнесе, что говорят, насколько там друзья кидали и так далее. А вот были честные. То есть я даже не мог бы представить, что я там заработал. Я даже бы его не заметил. Но он принес мою долю, принес мне сам, говорит, твоя доля. Как? Говорит, я же так нет. Все должно быть честно и справедливо. Даже если ты не заметил Всевышний вид. Поэтому, я думаю, в да'авате должно быть путей разное. И не каждому один тот же да'ават. Но должен быть да'ават построен на знаниях. Аллах, Субтитры сказал, что это мой путь. Я призываю к Аллаху посредством знаний.